Ребятки, всем привет! Ну что, настал тот час, когда мы опрыскиваем жука. Я вам показываю препарат, который мы в этом году пользуемся. Называется он Амплиго. Вот такой вот. В пакетике тут 4 мл. Идет на 10 литров. У нас куплен заранее в этом году вот такой вот опрыскиватель. Ребята, опрыскиватель аккумуляторный, очень удобный. Работать им легко и просто. Они существуют на 16 литров, но мы купили на 12 литров. Ну, так как из таких соображений, что все равно больше в него не наливаешь, чтобы меньше объем за спиной. Во-первых, легче таскать. Во-вторых, в основном все препараты разводятся на ведро воды. То есть зачем больше? 12 литров вполне достаточно. Вешается он на плечи, как ранец, рюкзачок. Есть штанга, которая регулируется по длине. Нажимаешь кнопочку, она опрыскивает. Вот здесь, как называется, форсунка чаякована. Вот, регулируется уровень, короче, ширина распрыскивания. Мельче там, крупнее капля. В общем, очень классная штука. Все, у нас повылазили жучки из яиц колорадские, да. Уже детки вот эти красненькие маленькие. Мы идем опрыскивать картошку. Процесс идет, опрыскивание, ребята. Муж, он за... За... Как? Раскритиковал ту насадку, которая была. На деле другую, двойную насадку. Расход больше, конечно, но ему нравится. В общем, я вам скажу, что мужчины... Не то, что женщины, но я за себя говорю. У меня муж в полной экипировке, маска, там все дела, короче. Прыскает, прыскает. Юля, она уже перчатывала. Зато тут перчатки, штаны, короче. Все на свете. Вот я сейчас покажу вам, как опрыскивается. Вот таким вот образом. Хоп. Двойную надели, и она с двух сторон фигачит. Не знаю, мы так богатенько льем, мы не знаем, сколько лить. Хотя там написано, что пакетик на две сотки. Ну, прям так хорошенечко. Не жалею, чтобы оно хорошо все подействовало. Только четвертый рядок. У нас тут картошка, и еще там вдалеке картошка. Сейчас будем еще ведро разводить. Этого не хватит нам. Не, ну, конечно, прикольно. Ты не нагибаешься. Никуда, как у нас раньше был такой, что надо руками качаешь, качаешь. Пару-тройку кустиков попрыскала. Опять останавливаешься, подкачиваешь. Ну, у нас вообще маленький был, на два с половиной литра. Малюсенький. Что-то я вообще не поняла прикола. Я им обрыскивала деревья, мне бака хватило, черти, на сколько деревьев. А здесь мы три ряда с половиной прошли, и оно закончилось. Это, наверное, из-за этого двойной форсунки этой. Что-то расход сильно огромный. Сейчас еще буду ведро ободяжить. Короче, ребята, третье ведро развели уже. У нас картошки там, я не знаю, в чем прикол. Что мы не так делаем? Быстро заканчивается, и все. Зачем я пришла? За миской. Все, уже три упаковки ушло на маленькие два клаптика картошки. Вот уже считаем. Минус 120 гривен за три упаковки этого самого средства. Что дальше будет, не знаю. Опять я буду жаловаться, что золотая картошка... Может, вообще надо ляпнул и дальше пошел, ляпнул и дальше пошел. Не надо хорошо опрыскивать, я ничего не понимаю. Так, иду я, ребята, нарвать редиски домой. Пока муж заканчивает опрыскивать. Нарву редиски. Она уже переросла. Сейчас посмотрю, что тут происходит. С редиской в тазик прям. И хочу домой забрать. Бо, она уже тут такая, знаете. Да, вроде она не крупная. Вон, самую большую я вырву. А я так вот буду прям хлоп. Вот таким образом. Потому что она постареет. Здесь. Все. Такая. Самую крупную мы уже поели. Вот, красивая. И, как вы и писали, в холодильник буду складывать ее. И все, потихоньку надо убирать ее. Да, она, видите, она как стареет. Может, всю ее нафиг сорвать. Не знаю. Ой, блин, чуть не упала. Вот. Ммм. 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 Уау. Та-ра-та-та-ра. может на рынке молодой капусты купить салатик какой-то делать это если честно так уже таком виде редиски наелись она уже не лезет уже надоело если честно уже не хочется куда юлька насажала столько диски непонятно ашу это по сути меня тут по моему одна пачка всего лишь и все селеста шо пока я лень и позвонила она дома насчет отключения света пока ничего не отключили слава богу мы со светом ура урожайчик короче сказал я мужу свою идею на счет того чтобы продать рассаду капусты он сказал знаете как он сказал не занимайся херней вот так вот прям я вам дословно передаю моя затея не проканала зато там 20 15 гривен за 10 капусты будешь бегать по городу что-то где-то кому-то отдавать носить таскать вот так вот на этом все закончилось о класса пришла я ее не прорывала ребята и тем не менее редиска выросла да даже которая он мелкая она и она дорастет несмотря на то что в тесноте она росла посмотрите хороший самый такой хороший вообще-то размер получился еще после редиски я танцы с бубнами не устраивала редиск всего лишь не угадайте какую я песню пою потому что только что я сама придумала мотив собственного сочинения перемою просушу вон смотрите лопнуло и в этот холодильник засуну так а тут шо я не помню вообще-то тот же сорт не тот же а я еще вот тут кинула где-то нашла редиску правда огороде не похоже на тот же самый сорт она вроде как мельче что ли даже другого цвета или мне кажется некоторые прям то ли не завязались ли она глубже ого красавица какая она глубже закопана не ну все-таки другой сорт посреди как много ушло в цвет а нет не в цвет вон она ой корявая как будто это другой сорт а я думаете помню что я там сажала вообще не помню то мы сейчас уже будем домой собираться ребят смотрите какая бяка уже на переросла вот и день прошу да это другой сорт раз-два и дня нет ого великан редиска великан не похоже на селесту до конца дойду муж уже смотрит на меня надо ехать надо ехать мне не хватает времени к обеду приезжаем сюда раз-два пока пообедали и все уже и уже надо уезжать не хватает времени не себе тут жила ребята сколько бы всего я успевала переделать скажите юлька не ной зачем нам двое нытье я чуть-чуть можно чуть-чуть нет тут фигня 6 но это на рядочке и диска какая-то не нравится это такое муравьи еще тут живут да блин в ботинок насыпала земли грязные не чтоб перчатки надеть как обычно это даже более колючая точно другой сорт такая колючая ну и куда мне столько редиски да хуже ладно хватит пока мы эту не не съедим о срач оставила по на по накидала ну вот смотрите ребята какой их клапки просто той картошки еще раз говорю написано одной упаковки на две сотки ну так вот кусок и вон кусок тушу есть две сотки нет конечно а у нас три пакетика ушло так а ну найти этого жука шо он как он себя ведет сейчас сейчас найдем куда он делся дети жука это взрослый сидит тебе плохо тебе плохо а где дети жука куда они поделись блин вон вот они как вы себя чувствуете граждане и нож не сразу надо чтоб они пожрали это да завтра надо будет прийти и посмотреть как они себя чувствуют вот смотрите сколько их смотрите как уже успели объесть так это с учетом того а как они так вчера их тут не было подождите меня здесь вчера не было я позавчера здесь была и как из яиц вылупив вылупились и посмотрите какой он нажрался вон какой толстый как он успел за полтора суток так нажрать смотрите продолжает кушать да нет он застыл что-то не так эй он медленный какой-то этот не ест этот куда-то ползет офигеть ой да она же вчера не было ребята заразы боже сколько вот на на этих кустах муж собирал жука собирал листики обрывал давил яйца я капусту кстати полила давил яйца и в бестолку без толку невозможно просто нет черешни вы помните тут черешни и и оставила чтобы она созрела блин сожрали черешню я так ждала его вот одна я так ждала ее попробовать ребята смотрите что от нее осталось птицы сожрали и ё-моё вот одни косточки так я хоть эту съем она не сладкая тоже не надо не дозрела заразы сожрали надо было раньше надо было не ждать раньше сорвать ну тут красный абрикоса а я еще сегодня смотрите что сделала у меня тут укропчик я его прополола свеклу прополола начала поливать мне ничего не закончила задолбалась лейкой таскать полив еще не проводили ребята капусту полила и вот здесь вот все выдолбила эту березку у меня идея слушайте я в принципе туда зрительница я вам говорила прошлом видео посоветовала вырубить тяпкой вот эту вот березку я вот здесь вот начала рубить смотрите она уже видите посохла то есть это реально конечно устаешь спина устает руки ты их именно как топором рубишь рубишь так смотрите я вокруг вырубила и вот это все было в березке я грабельками убрала пока под дерево кинула надо тачкой приехать убрать вот ой тут же у меня кабачки тут не вылез кабачок тут один вылез там не вылез так забираю инструмент бог муж уже на этом злится на меня короче это вполне реально просто надо время вот тут было попшикано ураганом этим смотрите начинает желтеть березка но пофиг ей короче вот и давайте на данным давайте я поставлю грабли на данный момент посмотрим как выглядит это растение которое я опрыскала надо редиску не забыть который я опрыскала ребята прошло уже сколько ну недели наверное мы больше недели прошло дней может быть девять где-то после того как я попшикала эти деревья вонючки вот начну отсюда посмотрим что с ними происходит так вот в таком состоянии виде она как бы ну вроде как чуть-чуть начинает вянуть немножко пожелтела вот верхушки я обшикала они чернеют ну да а вот внизу желтеть начал короче это не быстрый процесс вот видно я обшикала возможно сильно они большие ребята блин а шутер на виноград попала возможно возможно они сильно большие надо было подождите но я и на маленькие пшикала вот смотрите вот здесь она маленькие тоже шикала но они желтеют вроде бы как засыхают не знаю посмотрим ждем ну короче очень очень длительный процесс очень очень длительный это мята у меня тут растет сейчас тут еще посмотрю вот тоже начинает видите она так немножко как будто увядать так и здесь тоже увидите которую маленькие они пожелтели а смотрите вот голову смотрите наклонил глядите видите начинает начинает слушайте ну есть надежда есть надежда так я не успела ребята там побежала сделать у меня стойка там осталось а я забыла за нее прикиньте она бы тут ночевала ваши ноги о а муж забыл забрать наборчик форсунок этих ваши ноги чуть не остались тут с ночевкой блин этот пойдущую стойку заберу он надо парничок еще закрыть а я эту капусту бросила она завяла блин я сегодня нытик да что прикопать ее не судя нытик ребята и это подвяло скопнула короче не хочу я уже ничего не капусты ничего пока бегаю за одним другим блин я понимаю что у меня лук уже начинает этот желтеть а я все никак не соберу зелень с него я же хочу поморозить короче да я ведь я огурцы не успеваю полить потому что все надо ехать домой вот почему в сутках 24 часа не 48 смотрите что бросил ну нормально вот и все и дня нет огурцы не политы морковь не полита полив не проведен вот и все а потом спрашиваю спать больше надо я не могу спать потому что я нервничаю из-за того что я ничего не успеваю если сегодня ведь видео так вот я шучу конечно ребят в каждой шутке есть доля правды паникершая ой какие яблочки ой смотрите вон яблочко ой яблочко ой красавцы только радуешься радуешься а потом раз приходишь и птица сожрала да вот как вот у черешни защитите наш начнет спеть и птицы аж бегом все эти как они ястребить ну как ой не закрываю надо шпарник сейчас закрыть час я вернусь как они называются птицы которые сидят ждуны жданы а потом начинают жрать мою черешню я кистом грузину уже вы все поняли вы напишите я забыла просто как это птицы называют скворцы да да по-моему скворцы они объедают вишню черешню и не все и мимо урожая а есть какие-то способы там на дерево что-то вешают какие-то ленточки какую-то фольгу там еще что-то мне кажется им по барабану так подождите надо пойти забрать эту штуку мне кажется своим по барабану что там не вешай не будешь же вместо пугала стоять там сутками руками махать правильно стойку забрать вот и сейчас я попадают смотрите цветочки такая прелесть была я сам уже скажу чтоб дал мне пару минут я закрыла парничок ничего спешим потому что в городе еще работали на а юля тормозит эту работу некогда даже полюбоваться у меня розы распускаются меня белые розы распускаются я такая красота у меня так красиво смотрится бурьян который растет цветах он очень красиво их обвивает и это похоже на такие знаете природные джунгли очень красивые присмотритесь бурьяне тоже есть своя прелесть есть какая-то дикость необузданность в этом бурьянчике у меня пару минут пару минут закрыть хотя его можно уже не закрывать вы знаете я вот одну ночь забыла закрыть его и нормально все было мне кажется она уже закаленная там все хорошо чтобы я не переживала конечно закрывала вдруг ветер вдруг еще что-то с погодой чуже жалко то сколько труда положено сколько времени прошло да вон какая рассада красивая жалко уже буду закрывать прикрывать просто если честно я уже прошло видео вам горил если честно я задолбалась туда-сюда его откроешь закроешь откроешь закроешь уже поднадоела блин капусту ж откопала она привяла ладно пофиг все равно насколько удобнее ребята обычный короб который я думаю что в следующем году у меня будет вот раз просто сверху накрыл и все а вот это вот тягаешь вот всю тюль эту тюль туда-сюда по этим трубам она вроде не долго но когда каждый день этим занимаешься и вообще отпала то надоедает нервы берут я вообще последнее время какая-то нервная муж мне так сегодня не сказал что я нервная крик крик души у меня бывает так ведь просто тут при собачьих штуки опа ведь 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 грех чук как стара бабка як стара баба уже роса дашь выпирает из этого парнячка ой горошек цвести начинает муж уже переоделся и ждет меня я тут с этой фигней все побежали так все забрала тяпки забрала жалко что конечно огурцы не полила ну да что поделаешь бедных моих огурчики несчастные так редиску сгрузила в пакет хотела зелени домой нарвать не успела будем сегодня ужинать без зелени не по-моему там петрушка осталась лука зеленого нет иду-иду альма домой волоса кушает муж покормил всех калитками нельзя 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 блин за траву зацепилась вы чтобы вам было понятно ешь вас с камнем таскаю ребята все между камень а знаете какая тяжелая капец и таскаю мне ваш рука болит грузик грузик вот здесь будете ночевать ваши ноги здесь будете искать свои ноги они тут так все микрофончик складываю поехали водички еще валить свеженькой взял каши испачкал зачем спрашивается маму каши пачкать новые штанишки взял запачкал ребятки я уже дома короче муж скоро вернется будем ужинать он тоже сказал что ему редиска надоело вины хочет и есть ребята я всю ее перемыла вот она тут сохнет у меня потом сложу в пакет говорит давай с майонезом уже не как она не лезет вот я кажу мне не капусты нет огурец один остался но он лени и лена тоже и диску не хочет короче нафиг и выращивала он говорит сделай с майонезом короче я нарезала редиску просто вот кружочками я думаю что так вот нам хватит на двоих вот лена категорически сказала сказала что же наелась лучок зеленый петрушка здесь и добавляю так соль бабах ну так и майонеза тогда перемешаю и готовься так а что мы будем кушать а я же ой блин я вчера готовила ребята эту картошку в духовке лена сегодня ничего не кушала картошку не кушала покажу лена что такое мама целый день просто завал с уроками совсем говорит даже никогда было покушать сейчас буду греть будем ужинать вот такой вот салатик у нас еще морская капуста есть недоеденая мы ее доедим вкусненько чё пойдет нормально